МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. О проблемах Сарова и планах по развитию глава города провел пресс-конференцию. Ждать ли массовой безработицы? Как складывается ситуация на рынке труда в Нижегородской области? Сердце России саровчанка Елена Барышева стала призером Московского областного конкурса фестиваля. Далее расскажем обо всем подробно. О строительстве Центра культурного развития 11-й школы, состоянии гороавтотранса, развитии ТАСЭРа и мастер-плани Сарова. Глава города Алексей Сафонов провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги первого полугодия 2022 года. Что удалось реализовать и какие проблемные места остались, расскажем далее. Строительство 11-й школы и Центра культурного развития стало одной из тем пресс-конференции Алексея Сафонова. Эти объекты вызывают наибольшую озабоченность администрации и горожан. К этому вопросу подключены и губернатор области, и госкорпорация. Ситуация непростая, но путь решения, похоже, наконец наметили. Принято все организационные решения. Мы расторгли контракт и на ЦКР, и на школу. В стадии расторжения контракта на дорогу Чапаева сейчас идет активная работа по подбору нормального подрядчика. У нас есть свои наработки. Прислушиваемся к области, прислушиваемся к профильным министерствам, чтобы эту задачу решить. Мы все понимаем, насколько эти объекты нужны городу, и наша задача, чтобы они были введены в эксплуатацию. Большой блок вопросов касался городского хозяйства. В том числе речь шла о состоянии Горавтотранса. В прошлом году администрацию захлестнули жалобы жителей на работу предприятия. Тогда исполнение муниципального контракта по выполнению внутригородских перевозок составляло примерно 70%. В итоге сменили весь управленческий состав МУПа. Сейчас по отчетам Департамента городского хозяйства муниципальный контракт Горавтотранс исполняет на 99%. Решили не все, но большинство кадровых вопросов. Директор мне докладывал, что с помощью внутренних оптимизаций и улучшения труда удалось поднять зарплату рабочему персоналу именно Горавтотранса практически на 30%. Произошел донабор водителей, которые разбежались к этому моменту, рабочего персонала, слесаря. То работает непосредственно руками. Однако санкции в отношении страны негативно отразились и на МУПе. Американские двигатели на автобусах, сложности с поставками запчастей и покрышек сказываются на экономической ситуации на предприятии. Плюс действующий тариф не покрывает всех затрат. Но в целом Алексей Сафонов положительно оценивает работу предприятия. Также журналистов интересовало, когда в нашем городе появится камера контроля скорости на дорогах. Проблема есть, признал Алексей Сафонов. Однако установка этих устройств – не полномочия муниципалитета, они принадлежат области. Но полномерную работу в этом направлении администрация ведет. Этот вопрос я поднял, что Саров, на мой взгляд, единственный город, не обеспеченный данной инфраструктурой, а потребность такая, по моим ощущениям, есть. Нас услышали, но там началась определенная реорганизация. Эти полномочия были переданы из МВД, областные полномочия, в специально созданный центр организации развития транспортной системы. Контакт наладили и с ними. Подготовили обращение с указанием наиболее опасных скоростных участков. Все списки согласовали с ФСБ. Как считает Алексей Сафонов, устанавливать надо стационарные камеры, а не переносные. Определенных договоренностей удалось достичь. Возможно, уже в следующем году устройство для фиксации нарушений появится и у нас. Также глава города затронул тему с ТАСЭРом. Благоустройство в рамках кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». Реконструкция очистных сооружений. Запись пресс-конференции Алексея Сафонова смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24». Ситуация на рынке труда в России сохраняет стабильность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Число зарегистрированных безработных не превышает отметку в 0,9%. При этом количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости работников, продолжает расти. О том, как обстоит ситуация на рынке труда в Нижегородской области, расскажем далее. Иностранные компании продолжают объявлять об уходе с рынка труда, покидают Россию, в том числе и КЕА, ЧНДМ и так далее. Но при этом массового освобождения специалистов, по крайней мере, в Нижегородской области нет. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости региона, составила 8639 человек. Небольшой рост численности безработных был в апреле-майе, при этом вакансий на рынке труда более 60 тысяч. То есть на одного безработного 5-6 потенциальных рабочих мест, заявила руководитель регионального управления по труду и занятости Арина Садулина. В интервью Центра управления регионом. Если сравнить, например, с кризисным годом, у нас были совершенно другие цифры, с кризисным 20-м годом, например. У нас были цифры другие и по безработным, и по количеству вакансий. Тогда предприятия у нас практически не заявляли службы занятости. У нас падал спрос на людей, было по 3-4-5 тысяч вакансий, заявлялась ежемесячная. Сейчас мы такого замедления не видим от работодателей. То есть мы понимаем, что работодатели продолжают искать работников. Предприятие удалось сохранить в том числе и за вовремя принятых превентивных мер. Как подчеркнула Арина Садулина, службы занятости старались работать на опережение. Как только стало понятно, что ситуация на рынке труда может измениться, правительство Российской Федерации предприняло ряд мер поддержки. В их числе – релокация персонала, когда сотрудников могли временно переводить на другое предприятие, если на их собственном были трудности. Также это временные общественные работы, переобучение сотрудников за счет средств федерального бюджета, субсидирование, найма. Из мер поддержки для граждан у нас в этом году пользуется, скажем так, большой популярностью обучение в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Содействие и занятости». Очень широкий круг граждан может получить дополнительное образование – либо повышение квалификации, либо профессиональную подготовку или переподготовку. Что это означает? Это означает то, что государство вкладывается в кадровый потенциал страны. Участие в этой программе бесплатное. Кроме пенсионеров и предпенсионеров, безработных, матерей в декрете, неработающих женщин с детьми дошкольного возраста, заявки на обучение могут подать граждане под риском увольнения. Сюда же относится введение режима неполного рабочего времени, простой, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников. Появилась также категория «молодые люди до 35 лет», имеющие трудности на рынке труда. Если человек сам не может трудоустроиться, то есть ему требуется какая-то определенная помощь, в том числе и в повышении его качества как работника, вот с такими категориями работают службы занятости. То есть, например, граждане, которые по истечении четырех месяцев, по окончании обучения в образовательной организации, не смогли трудоустроиться по специальности. Также это люди, которые пришли из армии и в течение четырех месяцев не нашли работу. Граждане без среднего и высшего профессионального образования. Главное условие участия в программе – гражданин будет трудоустроен, станет самозанятым или индивидуальным предпринимателем, или сохранит рабочее место после участия в программе. Подробности на портале «Работа в России». Программу субсидирования чартерных авиарейсов по России могут распространить на регулярные рейсы и железнодорожные перевозки. Ростуризм сейчас обсуждает эти инициативы с представителями отрасли, сообщили ведомстве. В туристском сообществе рассчитывают, что обновленная программа начнет действовать уже к осенне-зимнему сезону. При этом туры по России в целом подешевеют примерно в полтора-два раза. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Близкие родственники или законные представители детей, нуждающихся в длительном уходе, смогут бесплатно находиться в стационаре вместе с ребенком. Сопровождающим выделят бесплатное спальное место и питание. По действующему сейчас закону, только родители детей-инвалидов в возрасте до 4 лет имеют гарантированное право бесплатно находиться вместе с своим ребенком в больнице. При этом взрослым предоставляется бесплатное и спальное место в больнице, и питание. В остальных случаях все зависит от решения медучреждения. Нововведения закрепляют, что независимо от возраста и показаний, право на бесплатную госпитализацию будет у родителей детей-инвалидов со второй или третьей степенью. А кроме того, новый закон предусматривает, что если ребенку старше 4 лет по медицинским показаниям, не только ребенку-инвалиду требуется постоянная помощь взрослого, то в этих случаях также должно предоставляться место в палате и питание. Четыре нижегородские команды вышли в финал конкурса «Флагманы образования муниципалитет». В их числе команда Департамента образования и администрации Сарова «Термоядерный синтез». Они успешно преодолели все конкурсные испытания, защиту муниципальных программ развития образования и поучаствовали в проблемно-аналитической игре «Мистер Майнд» и «Кейс-турнире». Вместе с саровчанами на финал отправятся команды сбора Чкаловска и Городецкого района. Центр «Милосердия» обращается за помощью горожанам. Сейчас наиболее актуальны низкоропортящиеся продукты и консервы для нуждающих, всехаляски для новорожденных, детские и взрослые памперсы. Постоянно нужны постельное белье, гигиенические средства, стиральные машины любого класса и холодильники БУ в рабочем состоянии, ходунки и другие технические приспособления для инвалидов. Также нужна помощь женщине, которая восстанавливает квартиру после пожара. Ее муж погиб, а сыну всего 17 лет. Гуманитарный склад Центра «Милосердия» работает во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 9 до 12. Адрес улица Пушкина, 24А. По всем вопросам обращаться по телефону 77 099. Все чаще жители города стали обращаться в администрацию с просьбой отстрелить бездомных собак. В официальном паблике муниципалитета рассказали, почему это невозможно и какая работа проводится по уменьшению количества животных на улицах. Согласно статье о жестоком обращении животным за его гибель или увечья, граждан должны наказывать штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 6 месяцев, лишением свободы на срок до 3 лет. В 2020 году в силу вступил закон, который запрещает отстрел собак и вводит программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. По программе ОСВВ собака проходит вакцинацию и стерилизацию, после чего ее помечают в специальной бирке и, согласно закону, выпускают обратно в среду обитания. Увидев бездомную собаку, позвоните по телефону 977-81 или 49200. Специалисты запишут адрес и включат в план отлова. Однако нужно понимать, что стаи передвигаются по городу, отловить всех сразу вряд ли получится. Тем не менее, работа в этом направлении продолжается, заверили в администрации. Мы продолжаем нашу еженедельную рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь животным приютам ордом обрести любящую семью. В этот раз героев у нас два десятка. Все они – маленькие котята, которые попали под опеку волонтеров. Черные, серые, рыжие и полосатые. Более 20 котят сейчас находятся под опекой волонтеров приюта «Мордом». Лето всегда было богатым на малышей, но в этом году мест для них уже не хватает. Это сложно, потому что котят иногда бывают с какими-то проблемами. Глазки подлечить, немножко сопельки – это довольно долгий процесс. И, соответственно, пока какие-то животные лечатся, мы не можем брать других животных. В приюте пока живут два котенка. Остальные в клинике на карантине их пролечат, проглистогонят, сделают прививки по возрасту и привезут сюда. Возраст малышей самый разный. Есть и крохи, которых только-только оторвали от мамы, и подростки. На руках у Марии четырехмесячная Джулия. Дочка Марты, кошечка, поступила к нам, по-моему, от Атома беременная. У нас она родила, и вот, соответственно, ее детки все пристроились. Осталась вот Джулия последняя. Вторая девочка, Майя, она тоже ее принесли где-то пару месяцев назад, наверное. Чаще поступают запросы именно на котят, но с ними иногда проблем бывает гораздо больше, чем со взрослыми животными. Пожелание к будущим хозяевам. Добрые, умеющие понять и простить восхождение по занавескам и отдых в цветочном горшке. Готовые кормить вкусняшками, а главное – любящие. Умение почесывать за ушком только приветствуется. Волонтеры готовы оказать будущим владельцам посильную помощь. Всегда поможем советам, как приучить кладку, если возникают какие-то проблемы именно в квартире. Как помочь с адаптацией, потому что есть животные, которые, например, как Джулия, сразу придут домой и будут там, как у себя дома. А есть котята, которым требуется именно адаптация, потому что они более скромные и более застенчивые. Сейчас волонтерам и их маленьким подопечным самим нужна помощь. Котятам необходим влажный корм, совсем малышам, специальное питание. Принести пожертвования можно в ветеринарную клинику на Зерново-65 или в приют. По всем вопросам обращайтесь по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Солистка коллектива эстрадной песни «Апрель ЦК ИД» в НИЭФ Елена Барышева приняла участие в 18-м московском областном конкурсе фестиваля «Сердце России». Саровченко стал лауреатом третьей степени в номинации «Сольное пение». Патриотические композиции занимают особое место в репертуаре Елены Барышевой. Песни о России, родном крае она неоднократно представляла на областных и федеральных конкурсах. В середине июля Елена решила попробовать свои силы в областном православном патриотическом конкурсе фестиваля «Сердце России». В номинации «Сольное пение» стала лауреатом третьей степени. Однако призовые места и грамоты далеко не главное в подобных конкурсах, уверена Елена. Здесь слово «конкуренция» на самом деле мне не очень нравится, когда проходят именно такие фестивали-конкурсы православно-патриотические. Здесь больше, я не знаю, обмен позитивом, своим творчеством, репертуаром. То есть посмотреть на других, ну, традиционно, да, показать себя и просто узнать, чем живут люди в других областях. Участие в конкурсах для Елены также стимул дальше развиваться, совершенствовать вокальные данные. В коллектив эстрадной песни она пришла около десяти лет назад. Время пролетело незаметно. «Мы все как одна большая дружная семья», признается солистка. С особой теплотой она отзывается о своем руководителе Ирине Оськиной. Мне очень нравится то, как она работает. То есть она никогда не сравнивает нас друг с другом. Она для каждого находит какие-то, ну, свои такие слова и вообще, ну, возможности для развития. То есть в целом, да, для каждого индивидуально, хотя при этом мы все остаемся одним большим и дружным коллективом. Сейчас Елена готовится к конкурсу «Алая роза», который пройдет в начале августа в рабочем поселке Вознесенское. Мы желаем ей успехов и новых творческих достижений. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА